В эфире программа «Универсальный формат». Как всегда, в 13.05. Мы в прямом эфире. 202.11.22. Звоните, не стесняйтесь, задайте свои вопросы нашим гостям. Ну и, конечно же, ждите розыгрыш призов. Ну, скоро мы перелеснем летний календарь, а это значит, что начинается новый учебный год, 1 сентября. Они за горами у нас, совсем близко уже. Буквально на следующей недельке ожидает нас это радостное событие. Каждый, наверное, взрослый вспомнит себя, быть может, ребенком в школе, когда он готовился к школе, когда он готовился, не знаю, к походу в садик. Все равно это какие-то такие очень приятные воспоминания. Вот поэтому мы хотим узнать у вас, какое же самое яркое воспоминание из детства у вас сейчас всплывает в настоящий момент. Звоните, 202.11.22. Самым активным зрителям, конечно же, подарки раздаем. Поэтому не стесняйтесь, расскажите нам о своем детстве. Ну и что ж, конечно, многие родители сейчас задумываются, куда же устроить своего ребенка. Какие-то кружки, какие-то интересные центры выбирают, какие-то клубы. И поэтому вам на заметку сегодняшний наш эфир. Итак, я вам представляю руководителей и методистов, и педагогов Центра образования и воспитания Любознайки. Давайте знакомиться, приветствовать. Уже не раз были у нас в эфире, поэтому, я думаю, вас уже полюбили, знают. Но все равно напомнить многим родителям необходимо, чем же занимается ваш центр. Итак, Марина Васильевна Панасенко, руководитель Центра образования и воспитания Любознайки. Здравствуйте. Здравствуйте. Мария Георгиевна Эдельнард, методист Центра образования в Стане Любознайки. Здравствуйте. Ну и молодой педагог, плюс мама-воспитанница Центра. Это у нас Анна Николаевна Алмакаева. Здравствуйте. Здравствуйте. Рассказывайте о Центре, чем занимается, чем отличается от других центров. Потому что действительно сейчас в Самаре какая-то такая тенденция есть. Но знаем, что у вас действительно глобальный опыт, очень интересные какие-то особенности, отличия. Рассказывайте. Наш, пожалуй, я начну. Наш центр, он отличается от многих центров, которые существуют на сегодняшний день не только в Самаре, но и в России, так как мы как бы изучаем весь опыт. И он отличается тем, что мы создали свою методику, она авторская, на основе ТРИС педагогики. ТРИС – это теория решения изобретательских задач. Это теория помогает нам, помогла нам освободить ребенка от процессов чего-нибудь поделывания, чтобы в результате ничего не получить. Он так говорит, да? ТРИС – это теория решения изобретательских задач. Это теория решения, которые нужны для развития ребенка буквально с его рождения. Это развитие его мышления, развитие речи, памяти, логики и пополнение базы знаний об окружающем мире для того, чтобы у ребенка была достаточно полная база образов, чтобы в дальнейшем можно было пользоваться ей и воображать, уметь рассказывать, уметь что-то такое, перерабатывать информацию. У нас, кстати, есть подтверждение о наличии авторской программы. Давайте посмотрим, то, что здесь на ней есть. Сертификат фото номер один, пожалуйста, в студию. Как это покажем? Вот, пожалуйста, да? Это свидетельство, которое подтверждает, что авторская программа есть, авторская программа соответствует всем нормам, нормативам. Хорошо. Значит, также мы отличаемся тем, что мы работаем с родителями. Это задача очень непростая, которую мы поставили перед собой. Но так как у нас уже накопился огромный опыт, положительный опыт работы с разной категорией родителей, с разной категорией детей, будем так говорить, начиная с детьми от рождения и заканчивая с детьми школьного возраста, начиная с родителей, начиная с детей как бы нормального развития, заканчивая с детьми с отклонениями какими-то, особенные они дети. И это особая категория, которая, в общем-то, тоже поддерживается у нас в центре. И очень здорово получается у нас сотрудничество. Еще наш центр, мы создаем свою методику. То есть эта методика позволяет ребенку тренироваться, научиться учиться, научиться воспринимать информацию, научиться не только чисто и красиво говорить, но и с пониманием, научиться читать. И все это происходит легко. Ребенок даже не замечает, что он там какие-то напряжения это создает ему. То есть он легко обучается и легко встраивается. У нас, так как я уже сказала, что мы работаем с родителями, то у нас существует школа для родителей. Кстати, давайте о работе с родителями. Потому что, естественно, ребенку, наверное, очень важна поддержка родителя. Просто присутствие даже, когда он чему-то новому учится и что-то новое узнает. То есть на занятиях у нас присутствуют обязательно родители. Давайте посмотрим. Есть у нас еще 6-7 фотографий, как родители присутствуют на занятиях. Ну, как раз детки что-то делают. То есть родители, они обязательно являются участниками процесса. Если это родители маленьких детей, то они включены в занятия на полную катушку. И ребенок, чувствуя поддержку мамы, он... То есть выращиваются те навыки и знания, которые поставлены задачей. То есть у нас нет таких занятий, что... Ну, а чем мы сегодня будем заниматься? То есть у нас всегда, вот, каждое занятие, оно продумано. И одно занятие вытекает из другого. Есть домашние задания. И благодаря этому идет очень эффективная работа. Просто очень эффективная. Ну, ладно, с детьми разобрались, которые подкрепляют родителей. Но я понимаю, что вы уже проговорили, что есть школа родителей. Да. Что же это такое? Школа для родителей – это такие мероприятия, это такие занятия, которые сейчас у нас будут регулярно раз в месяц проходить. Для того, чтобы родители могли вообще разобраться, кто же такой ребенок. Что ему необходимо для того, чтобы он полноценно развивался, чтобы он мог быть, ну, не просто главным, там, в семье и вокруг него все крутилось, да? А чтобы он мог реализоваться в жизни, мог реализовать свое предназначение. И у нас обозначен ряд тем, где вот одна из тем – предназначение самого ребенка. Как же его определить и как помочь ему его реализовать. Вот. То есть, ну, опять-таки, здесь идет совместная работа с родителями. Хорошо. Давайте еще раз по отличиям пройдем. Мало того, что это авторская методика, да, это дети разных возрастов, это занятия совместно с родителями, это школа родителей. Но я так понимаю, что вы еще и обучаете педагогов в других центрах? Да. У нас сложился очень хороший опыт работы с другими педагогами, к нам приезжают, и мы сами выезжаем в другие города и работаем здесь, в Самаре. И у меня есть, так сказать, очень большая благодарность вашей передаче, потому что последний наш эфир познакомил нас с удивительными женщинами, которые пришли вот после такого эфира, они услышали, они увидели наших детей, и им захотелось обучиться этой методике. И вот одна из наших воспитанниц, будем теперь так говорить, Каролина, она обучилась у нас, она сама из Сызр, у нее свой частный детский сад, и то, что за два месяца, за два месяца, то есть в середине июня было обучение, то есть июнь и июль. А вот, ну и там, ну да, ну в общем, часть августа. Она говорит, таких результатов я не добивалась никогда и нигде. То есть за два месяца они действительно были очень трудотворными. Она говорит, я просто в шоке, она говорит, как? Как это все работает? Она говорит, я собрала всех родителей, сказала, что мы все другие методики убираем, мы будем работать только по любознайку. Потому что, говорит, и творчество, и развитие интеллекта, эмоциональная сфера, то есть все охвачено. Она говорит, я думаю, так вот, сейчас вот может быть вот здесь вот у них вот это не разработано. Думаю, вот здесь вот есть, и все наполнено. И в общем, она в таком удивлении, вот, и самый главный результат, вот буквально Мария Георгиевна с ней вчера общалась, она рассказывала про мальчика, который пришел, он не умел разговаривать за два месяца. Благодаря методике он научился разговаривать. То есть это просто... Нет, там детки в этом детском саду уже и читают слова, чем радуют своих родителей. Они вместе творят, получают домашние задания и утром несутся для того, чтобы показать эти работы, которые они сотворили вместе со своими родителями. И самое главное, что за детей там ничего не делают, а помогают детям сделать это самостоятельно. Слушайте, ну это замечательно. Мне кажется, это действительно огромный плюс вашей работы и можно проследить вообще результат вашей работы. Вот, пожалуйста. Один из достижений. Одно из достижений. Хорошо. У нас есть сюжет о работе вашего центра. Я предлагаю посмотреть, чтобы наши телезрители воочию увидели, как же происходит там занятие, а после продолжим нашу беседу. Сколько будет 2 плюс 2, эти малыши узнали еще будучи грудничками. В 4 года они берутся за расчеты посерьезнее. Складывают и вычитают трехзначные числа. Да и поэзией увлекаются тоже не по-детски. Говорят, он ветер свищет, и мать согнется и скрипит. Увы, он счастья не ищет, и не от счастья он бежит. Ответы на все свои 100 тысяч «почему» малышей учат находить в Центре образования и воспитания Любознайки. Играючи дети учатся грамотно мыслить и говорить. Чтобы ребенок умел договориться, донести свою мысль, объяснить, что он хочет и почему он так хочет. Отстоять свою точку зрения не с помощью силы, а с помощью разума, речи, мышления. Преподаватели Центра разработали уникальную авторскую программу образования ребенка с самого рождения и до 7 лет. Методика основана на теории решения изобретательских задач. Вся программа представлена вот в таких дисках-учебниках. Она дома за мной бегает с дисками, типа, мам, давай заниматься. Не я за ней, давай заниматься, давай учить. Нет, а она меня просит. Потому что ей это очень нравится. То есть самое главное то, что прививается любовь к обучению. Занятия проходят вместе с родителями в группе максимум из 4-х человек, что позволяет обеспечить практически индивидуальный подход к каждому ребенку и к каждому родителю. Родители зажигаются. Материнство и отцовство, оно становится в радость. Потому что понимаешь, на каком языке говорит ребенок, на каком языке с ним общаться и куда его вести. А некоторые мамы обучаются, переходят в разряд преподавателей и помогают уже другим детям добиваться таких же впечатляющих результатов. У них появляется какая-то такая уверенность в себе. У них нет страха перед ошибкой. Они уверены в том, что они смогут все, что бы они не захотели. В атмосфере полного доверия раскрываются интеллектуальные и творческие способности ребенка. Солнышко на дворе, а саду тропинка, сладкая ты моя, яблотка-калинка. Деткам на заметку, так звучит наша тема сегодняшнего эфира. Ну, не только деткам, конечно, а их родителям. Сегодня у нас руководители, методисты и педагоги Центра образования и воспитания Любознайки. Уже познакомились мы с ними, увидели только что сюжет о работе этого центра. Ну и, как мы уже сказали ранее, что действительно работаете по авторской методике. Расскажите, пожалуйста, поподробнее о этой методике. Чем она интересна? Ну, наш центр является не только учебным, но он еще и является методическим. И мы разрабатываем сами учебные методические пособия, сами разрабатываем учебники для наших детей, с помощью которых они могут заниматься дома, выполнять домашние задания уже в удобное для них время, в удобном, в хорошем настроении тогда, когда у родителей есть время и желание позаниматься своим ребенком. Как мы увидели в сюжете, дети сами бегают за родителями и говорят, что позанимайтесь. Вот как раз, когда наступит такое желание, они могут дома спокойно взять учебник. Мы рекомендуем, конечно, делать это достаточно регулярно и обязательно поощрять, мотивировать ребенка на эти занятия с тем, чтобы у него было не только интересно, но еще и любовь, и умение, и навык. Действительно, при регулярных занятиях у детей вырабатывается навык заниматься, привычка заниматься. И была такая ситуация, у меня мама рассказывала, ребенку 4 почти года было уже. И в какой-то вечер они, значит, пришли поздно, быстренько поужинали, умылись и скорее пошли спать. Девочка маме говорит, мама, а как же заниматься-то? Ну, невозможно, как-то вечер прошел и ни разу не позанимались и ничего не посмотрели с наших дисков. И сейчас у нас есть... Ну, вот мы видим на фотографии как раз диски. У нас достаточно большое количество учебных дисков, которые мы не только предлагаем для наших родителей, но еще и у нас появилась новая возможность предложить эти учебные материалы для всех родителей, которые проживают не только в Самаре, но и в других городах, приобрести их с помощью нашего... Ну, вернее, на нашем новом диске в интернете, на нашем новом сайте в интернете. Он называется любознайки.орг. И там можно их и увидеть, эти диски. Вот мы как раз видим, как можно зайти и выделить интерфейс. И приобрести стартовый комплект для занятий. Либо приобрести отдельный из этих дисков уже по интернету, не выходя из дома. Потому что не все, к сожалению, могут прийти к нам на наши занятия, но заниматься как бы они могут и дома, с родителем, самостоятельно. Давайте с вами проговорим, какие возрастные группы. Детки какого возраста могут посещать занятия? Знаете, мы начинаем заниматься с детками от двух месяцев. И возрастные группы делятся у нас примерно таким образом. То есть от двух месяцев до двух с половиной лет, от двух с половиной лет до пяти лет и от пяти лет до школы. Это основные направления, по которым мы работаем. Основные возрастные направления. И хотелось бы, знаете, отметить, уже не раз мы сегодня говорили о ТРИЗе. И, к счастью, у нас есть новость такая очень хорошая. Начиная с сентября в нашем центре будут проходить занятия для взрослых. Уже не только для детей, но и для взрослых по ТРИЗу. И вот как раз Мария Георгиевна хотела бы слово передать, поскольку именно она будет эти занятия вести. Да, вот мы видим как раз занятия, как разбивается. Разбиваются возрастные группы. Рассказывайте для взрослых, которые смогут обучиться ТРИЗе технологии. Для младших школьников у нас тоже есть группы по занятию ТРИЗом. Но в этом году мы еще и открываем свои двери для взрослых. Для родителей, педагогов, преподавателей. Для всех тех, кто хочет познакомиться с ТРИЗом поближе. И узнать, как же можно применять эти приемы, законы, методы в своей жизни. С тем, чтобы расширить свои границы. С тем, чтобы каждая жизненная ситуация была не проблемой, а просто-напросто задачей. Которую можно решить, причем разными способами. Как можно к вам попасть? Рассказывайте. К нам можно записаться по телефону. Можно зайти на наш сайт. Там есть абсолютно все контакты. Сайт любознайки.ру и любознайки.орг. Там также есть все контакты, по которым можно с нами связаться. Но если речь идет именно о центре, то лучше, наверное, любознайки.ру. Там очень подробная информация. Можно и ознакомиться сразу не только с контактной информацией, но и посмотреть достижения наших детей. И познакомиться с нашей программой и так далее. Кроме того, можно просто приехать к нам. И вам все расскажут, покажут, поочерую, увидите, опять же, как выглядит центр. Когда начнутся занятия именно родительские? Школа родителей. Такое интересное. Первое занятие у нас планируется 26 сентября. Это будет такое занятие, называется «День любознайки». Это занятие очень полезно для родителей. То есть все, о чем мы будем говорить, это чисто опыт наш и наших родителей. И там есть, в общем-то, и программа. Можно зайти к нам в «Контакт», в «Фейсбук», на наши сайты. И там есть программа всех наших семинаров, которые мы планируем. У нас остается с вами буквально 30 секунд, поэтому быстро планы. А можно я добавлю секундочку? Вы знаете, нам очень нужны люди, готовые с нами сотрудничать, интересные, инициативные, по совершенно разным направлениям. Это и продвижение нашего сайта, и раскрутка в социальных сетях, и помощь в методических материалах. Поэтому, если вам это интересно, даже если вы не профессионал в этом, просто это ваше хобби, обязательно с нами свяжитесь. Мы будем очень рады принять наши ряды новых сотрудников. Мы рассказали не все, что мы хотели бы рассказать, и поэтому, я так понимаю, что мы будем еще и еще встречать. Это отлично. Что ж, в любом случае, вся контактная информация у вас уже, я думаю, в голове, потому что и записали, и посмотрели, и на сайт уже, возможно, зашли, полистали. Обращайтесь, смотрите, какие-то вопросы задавайте нашим гостям в эфирное время. Что ж, ну а мы смотрим замечательный сюжет о планете игрушек. Действительно, мне кажется, такое место будет интересно каждому ребенку, ну и не только ребенку, но и взрослому. Ожидание малыша – самый нежный, самый трогательный и самый волнительный период в жизни женщины. Каждой хочется, чтобы у ее ребенка было все самое лучшее. А потому современные будущие мамы, отбросив устаревшие предрассудки, заранее ходят по магазинам и сами выбирают малышу приданное. Очень приятно, это так радует, тратишь массу времени, поэтому это очень приятно, мило, все это так маленькое, замечательно. Мы ведем подготовку к покупкам, вот, чтобы все подготовить заранее, вот, чтобы потом как бы не бегать, не искать. Базовый список необходимых покупок будущие мамы составляют самостоятельно, основываясь на рекомендациях подруг, мам или статье из интернета. Удобнее, конечно, когда в одном магазине имеется от А до Я, чтобы все сразу закупить, там, от выписки, и уже ближайший, ребенок быстро растет, соответственно, тоже на ближайшие первые месяцы. В магазине «Планета игрушек» есть все и сразу, прямо по списку, на любой вкус и кошелек. Одежда, пеленки, игрушки, средства гигиены, а также крупные покупки. Кроватки, пеленальные столы, стульчики для кормления и хит-продаж – литовские коляски «Тутиз». Чутки и отзывчивые продавцы помогут разобраться с многообразием товаров и подскажут, на что необходимо обращать внимание при выборе, к примеру, коляски. Нужно по весу определять. Если трансформер, то она, допустим, не складывается, она немножко тяжелее модульной. Размеры лифта обычно спрашивают, размеры лифта, чтобы коляска проходила в лифт. Совершать покупки в магазине «Планета игрушек» не только удобно, но и выгодно. Будущим мамам предоставляется скидка по обменной карте. Кроме того, при комплексной покупке скидка 15%. Подробности у продавцов. Что ж, ну а мы приветствуем в этой студии универсального формата. Кстати говоря, в прямом эфире 202.11.22. Звоните, не стесняйтесь. Специалистов семейного центра «Песочница». Здравствуйте. Давайте буду представлять. Это Ольга Немцова, режиссер. Тот человек, который ответственный за какие-то интересные постановки, шоу и так далее. Правильно? Да, все верно. Отлично. Мария Фроловская, менеджер по фотосессиям. Тот человек, который ответственный за то, чтобы ребенок, мама, родители выходили очень красиво и интересно на фотосессии с какими-то декорациями и так далее. Ну и Екатерина Сосина, ведущая мастер-классов. Мастер-классы ведет она по созданию очень интересных мягких игрушек, которые как раз держат в руках. Пример? Ну, это просто пример, да. А мастер-класс, естественно, для детей. И сначала там будут какие-то более простые. Элементарные вещи. Да. Давайте с вами поговорим об этом попозже. Для начала давайте расскажите, пожалуйста, о семейном центре «Песочница». А чем отличается от других? Что это? Что входит? Потому что это целый симбиоз каких-то интересных мероприятий. Абсолютно. Абсолютно. Очень много разных направлений мы хотели бы охватить, как образовательные, но упор все-таки на развлечения. Через игру. Познаем мир через игру чему-то. Учимся через игру. Доброму, светлому, конечно же. Даже наши спектакли как раз в основном все имеют смысловую нагрузку о доброте, о веселье. То есть это интерактивные в основном постановки. Дети не только зрители, они участники непосредственно. Поэтому у нас детки на спектаклях сидеть в принципе не будут. Детки у нас могут в центре находиться буквально каждый день. Но представления у нас будут и программы в пятницу, субботу и воскресенье. Кстати говоря, давайте с вами напомним вопрос к нашим телезрителям. Мы сегодня вспоминаем самое светлое, яркое, интересное воспоминание из детства. Быть может, не знаю, что-то хотели бы из того детства перенести сейчас, чтобы детки наши были тоже счастливы. Какие-то качели, какие-то, может быть, карусели интересные у вас были в парке. Это я обращаюсь к людям более взрослого поколения, более старшего поколения. Поэтому если вы ответите нам что-нибудь интересненькое, расскажете, вспомните, то обязательно поощри вам подарком. Именно от семейного центра «Песочница» разыгрываем пригласительные билеты на интерактивное шоу, представление, которое состоится 1, 5, 6 сентября. У нас будет школьный переполох. Это будет весь день под этой гидой. И непосредственно спектакль для детей, который будет проходить и в 11, и в 3. Поскольку многие детки в школах, в детских садах, кто-то освобождается, значит, приходит к нам в гости. С удовольствием вас всех ждем. И спектакль будет как раз «Чудеса в Песочнице». Это будет спектакль презентации нашего центра. Отлично. Так, давайте дальше с вами по центру пройдемся. Это какие-то представления, да? У нас мастера, во-первых, которые обучают всех желающих своему мастерству. То есть там и мыло варенья, и вот как раз мягкая игрушка, и кинетический песок. В общем-то, всего рассказывать не буду. Будет порядка 10 мастеров, которые будут заниматься с детками. Далее у нас для совсем малышек будут мягкие зоны. То есть мягкая песочница, какие-то прыгалки, которые они очень любят. Яркие, веселые кресла, качалки. То есть мамочки сейчас как раз начинаются достаточно холодные. Холодная пора, и во дворе, как говорится, уже не посидишь, особо не поиграешь. Особенно через 2-3 месяца. Так вот, если кому-то будет холодно, приходите с удовольствием к нам греться. Пожалуйста, мамочки могут сидеть, пить чай, а детки в этот момент могут просто общаться между собой, знакомиться и играть. Слушайте, ну это мечта. Песочница круглогодично можно находиться. Слушайте, это действительно настоящая песочница. Как раньше детки собирались в песочнице, играли. Там целые какие-то такие мамочки сидели на скамейке и смотрели. Я имею в виду в летнее время. То вот, пожалуйста, песочница перекочевала под крышу. Так, вы знаете, вот у меня все сидело и собиралось с мыслями, как же это правильно сассоциатировать и сформулировать. Да? И пришла к мнению. Вот помните добрый детский мультик «Чебурашка», когда они строили дом дружбы, в котором можно, мог найти место себе каждый, да, и завести друзей. Примерно то же самое мы и хотим создать. Наше отличие основное как раз вот от развлекательных центров, которые находятся как раз, базируются в торговых центрах, состоит в том, что у нас не парк аттракционов коммерческих. У нас все-таки это больше контактное общение через игру. То есть дети приходят, играют, могут там проводить весь день. Если есть, располагает время у родителей, у детей, пожалуйста, милости просим. Если у ребенка есть день рождения, и опять же, да, кафе и рестораны, сами понимаем, на евро растет, вот, к нам можно прийти чисто за символическую плату. То есть просто реально цена очень символическая. Просто с человека она в районе где-то 150 рублей будет стоить. Весь день вы можете, плюс с вами будет аниматор, и вы можете прийти туда и со своим тортиком, и со своим лимонадом. И, пожалуйста, сидите, гуляйте, празднуйте день рождения. Слушайте, ну это здорово. А если, опять же, родителям, например, нужно уехать, то они также могут спокойно приехать и оставить ребенка на два часа. То есть они будут понимать, что с ним ничего не произойдет, то есть он всегда будет под присмотром. Опытных и любящих детей людьми, под присмотром. Конечно, конечно. О фотосессиях расскажите, пожалуйста, нам. Какие-то, может, интересные фотопроекты организуете, либо просто, не знаю, это фотосессии во время игры, когда дети непосредственно что-то там играют, лепят. Мы, ну скажем так, наверное, под определенный, точнее не так, в определенное время мы решили, что в Самаре, наверное, не хватает определенного такого производства, то есть которая может делать именно бутафорию и именно все, что связано для детских фотосессий. Мы можем сделать фигуры сказочных героев, мы можем сделать, я не знаю, диснеевских героев. То есть именно вот в этой, во всей атрибутике, то есть происходит фотосессия, то есть с детками. Ну, конечно, не только с детками, и со взрослыми родителями тоже, но наши в этом плане фантазии, наверное, не ограничены. А именно в течение какого-то определенного времени, то есть весь центр мы заставим, то есть вот этой всей атрибутикой, то есть ну просто это кропотливо, то есть и для того, чтобы, опять же, это было безопасно для детей, то есть идет определенная такая работа. Немного добавить, есть что пока в эту тему? У нас уже был опыт проведения такой масштабной фотосессии в торговом центре. Амбар мы выставляли трон. Были живые собаки, привлечены костюмы, львенок. Да, мы деток одевали, родители одевали в костюмы. У нас все это можно найти в нашей группе ВКонтакте, она у нас очень активная. Так и называется семейный центр «Песочница», так что не стесняйтесь, заходите. И два дня просто все были в потрясающем восторге, на этом троне посидели все, он огромный. То есть это не просто маленькие буковки, вырезанные из пенопласта и раскрашенные, это огромные инсталляции, которые действительно, ну они сами по себе легкие, безопасные, вот опять же, что немало важно. Что самое малое, да, чтобы не упал этот трон. Но при этом очень интересно. И плюс еще самый большой, у нас не просто фотосессия, как в школе моделей, статичная. Замри, замри. У нас в этот момент работают либо животные, опять же, но безопасно все, то есть это домашние действительно обученные питомцы. Привитые, что наши родители обязательно не брошут. Обязательно, обязательно. Ну если опять же речь идет, а есть же, например, огромное пирожное у нас, шикарное, вот, с которым можно фотографироваться. И вы знаете, в этот момент обязательно будет аниматор, который будет играть с ребенком, а фотограф ловит живую эмоцию, что немаловажно. Фотографии поэтому получаются более естественные и живые. Ну я так понимаю, что возможно ли заказать, не знаю, какую-то батафорию именно к личному празднику? Конечно, то есть если день рождения, либо какая-то определенная дата, да, то есть может быть 1 сентября, да даже если институт, то есть можно все сделать. Либо мы сами предлагаем, потому что у нас коллектив, то есть творческих людей, которые и дизайнеры, и художники, и батафорщики, то есть и куча-куча всех. Кстати, если тоже кого-то интересует, то есть именно работа в творческом коллективе, мы тоже рады всех встретить, всем найдем работу, всем все расскажем и научим. Да, потому что мы растем, то есть не сидим на месте и каждый заказ усовершенствуем, то есть максимально в плане, опять же, наверное, самое главное для родителей, чтобы это было экологично, чтобы ребенок, ну, никаких аллергенов рядом, да, то есть как бы не проявлялись. То есть мы над этим тоже работаем, потому что связано с детьми. А в плане именно то, что мы можем сделать, ну, практически все, можно даже так сказать. Фантазия вас не пугает. От цветочка, я не знаю, трехметрового, то есть заканчивая, я не знаю, там, слоенком. Слушайте, ну это здорово, это классно. Хорошо, давайте перейдем к Екатерине. Екатерина так мило держит свои игрушки. Рассказывайте, пожалуйста, какие мастер-классы будут подвластны вам, что будете, чему будете учить детей? Я буду учить, ну, хочу, во-первых, сказать, что учить будут детей разных возрастов, то есть от малышей до взрослых уже школьников, грубо говоря. Ну и планирую попозже уже какие-то более сложные мастер-классы. А пока вот здесь вот я для примера привезла, например, вот такого зайчика милого. Можно сделать прийти детям с родителями или просто детям. То есть если это совсем малыши, то они, естественно, будут делать из заготовок игрушки. Если это взрослые детки, то они уже будут сами полностью игрушку создавать. В частности, вот 1 сентября уже на открытии центра мы будем, например, с маленькими детками делать вот такие вот игрушки из проволоки, из такой мохнатой. Они очень любят тактильное такое взаимодействие. И очень, да, на моторику положительно сказывается. Ну и как-то вот в перспективе я планирую, конечно, уже с более взрослыми детками. Кропотливыми, любящими какое-то рукоделье. Да, когда они уже во вкус войдут. Уже более сложные игрушки, уже с подвижными лапками. Будем одевать их в одежку учиться, создавать различные аксессуары. Ну и многое-многое другое. То есть это все в процессе будет. Хорошо. А возможно ли, к примеру, если есть такая возможность, прийти буквально в один день, на один день что-то там поделать, попрыгать, позаниматься на один день? Можно все. У нас будет стоять батут. Дед с яйцом очень любят. Опять же, набережная пора заканчивается, батутом, как говорится, встать-то и негде. А у нас как раз есть для этого место. Детки очень любят батуты. У детки как раз у нас, опять же повторюсь, мягкая наша песочница, в которой они могут лазить, в которой они могут играть. Прыгалки, качалки. Вот. Это все есть в ассортименте. Больше того, у нас еще есть детский мягкий кинотеатр, который полностью мягкий. Он также идет ступеньками. Еще хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто, пока не отвлекусь на секунду, кто нам помогает. У нас вся мебель собрана своими руками практически. Мы не закупали никакую. Она, то есть, безопасная. Все это предусмотрено, но она собрана своими руками. Поэтому, кому интересно, как это происходило и что получилось в итоге, приходите, посмотрите. Так вот, кинотеатр также ярусами, он полностью мягкий. В этой же зоне у нас планируется проведение театра теней, причем обучающего театра. Да, он будет тоже интерактивный. То есть, не то, что собачка там как это делается, я уж не помню. Да, да, да. Это все пока. Это только начало. Да, да, да. Вот. И также еще контактный зоопарк. Мы очень хотим. Дети это тоже любят, естественно, все животные также. Стерильные и безопасные, так скажем. Да, планов очень-очень много. Очень много. И я так понимаю, что со временем что-то будет, какие-то инсталляции, они будут меняться. Абсолютно. Что-то новое. Что-то будет уходить, что-то будет переходить. Вот в том-то и плюс, наверное, что у нас центр, площадь позволяет быть нам мобильными. То есть, чтобы мы тоже не приедались и не постоянно будем не стоять на месте, придумывать что-то новое, привлекать новых партнеров, которые захотят с нами посотрудничать. Или что-то, какие-то, может быть, аттракционы у них интересные. Некоммерческие, вот только, пожалуйста, вот эти вот все вещи. Мы против этого. Вот именно интересные, творческие, чтобы они именно на развитие ребенка не только игрался, но и развивался. Мария, я что-то хотела добавить. Нет? Показалось мне? Уже все. Уже все сказали. Уже все сказали по этому поводу. Ну, хорошо. Тогда к Екатерине еще вопрос. Ну, я так понимаю, для создания таких игрушек нужен ни день и ни два. Правильно я понимаю? Вообще, возможно ли будет создать, ну, за день, когда ребенок пришел, когда родители пришли с ребенком, что-то интересное показали ему, увидел, как делают игрушку, и возможно ли это прямо вот тут на месте же все сшить? Вот, как раз для этого я предусмотрела различные варианты. Если приходит совсем маленьким ребеночком, которому, ну, скажем, 5-7 лет, он будет делать игрушку из заготовки, и фактически на нее уходит, ну, не более 20 минут, если он вместе со своим родителем ее делает, и забирает с собой уже полностью готовую игрушку. Заготовки я уже делаю тоже сама, то есть их нигде нет, их никто не продает, приобрести их невозможно, поэтому заранее все это подготавливаю вместе со всеми деталями. Вот, а уже дети постарше, которые сами могут, допустим, набить игрушку, зашить игрушку, вот они уже будут делать, может быть, чуть подольше, там, в течение часа, но не более того. То есть более какие-то сложные игрушки, которые делаются долго, они, я планирую их делать именно в течение нескольких уроков, то есть дети пришли сегодня, потом пришли, допустим, на следующий день или в тот день, когда им будет удобно дальше, продолжили над ней работу, и так до тех пор, пока не закончили. То есть какой-то такой курс, возможно, будет пройти. Вот как раз я сейчас вспомнил в силу того, что тема сегодняшней передачи, именно все, что было в детстве, вот у меня вот именно было так в детстве, то есть потому что в свое время же были ДК, то есть куда детишки могли и так же ходить, именно, это сейчас называется мастер-класс, тогда это были кружки, где вот именно... Кружок по рукоделию. Ну, меня как раз учили и мягкие игрушки шить, то есть и мы занимались, наверное, может быть, вот поэтому сейчас это мое творчество перешло в работу, то есть именно, господи, детский театр, когда кукол, то есть мы делали вот эти именно мордочки, то есть батафорию. Ну, собственно, к чему я это и вспомнила, что иногда то, что ты чем-то занимаешься в детстве, может перейти во взрослую жизнь. Так что, уважаемые родители, обязательно сейчас задумайтесь, что же любит ваш ребенок, что же он хочет. Не надо ему противиться, не надо ему противостоять, потому что многие родители как-то хотят, нет, ты не будешь заниматься там, к примеру, танцами, пойдешь, ты у меня на фортепиано. Не надо, потому что, возможно, его хобби, его увлечения, когда-то это перерастут в его будущую профессию, в серьезное дело, в любимое и приносящее доход. Поэтому прислушивайтесь к своим деткам, да? Такое пожелание. Да, и еще как раз про кружки. Мы хотим обратиться ко всем творческим людям, которые связаны как раз с вокалом, танцами, которые, возможно, мечтали, но не решали создать свою студию, но есть, что передать детям. Если такие у нас есть среди телезрителей, то с удовольствием вас привлекаем, приходите к нам, у нас очень лояльные условия, потому что по будням мы все-таки планируем, что у нас будут базироваться как раз кружки по танцам, вокалу, театральный кружок, кружок, надеюсь, мягкой игрушки. Ну что ж, адреса, телефоны есть у вас на экранах, ТЦ Европа, 4 этаж, Фрунзе 96, там встречаемся, да, все? Да, конечно, приходите с родителями, приходите со своими младшими братьями, сестрами, поэтому 1 сентября – это не только День знаний, но это вообще детский день, я считаю, поэтому радуйте и радуйтесь сами. Всего доброго, пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова